Добрый день! С вами гольф-профессионал Форест Хиллз Антон Самсонов. Сегодня мы с вами начинаем урок, который расскажет вам о таком ударе, как питч. В прошлом уроке мы рассматривали такие удары, которые назывались чип, и которые помогали нам оказаться прямо рядом с флагом, если мы лежали в нескольких метрах от грина и от флага. Но что же мы будем делать, если у нас с вами хорошая ветреная погода и очень большое препятствие, которое нужно преодолеть? В данном случае это бункер. Но это может быть вода, большой склон с минимальным количеством грина, на котором мячик может катиться. То есть флаг у нас стоит практически в 3-4 метрах от грина. Для этого нам и нужен такой удар, как питч. Питч – это удар, который делается для того, чтобы мячик дольше летел и мало катился. То есть после приземления ваш мячик практически останавливается. В отличие от чипа, когда мы делали аккуратный удар, он чуть-чуть пролетал препятствие, а затем подкатывался по брейку к грину. Итак, два аспекта, которые нам нужно знать для успешного питча – это направление и, конечно же, дистанция. Какую же клюшку лучше использовать для этого удара питч? Конечно же, у нас есть изначально клюшка в пэге, которая так и называется – питчинг ледж. Но эта клюшка может у нас бить примерно и до 110 метров. То есть она довольно-таки далекая. Конечно, если у нас дальний удар, то это та клюшка, которую мы выбираем. Если у нас близко с вами дистанция, как вот на этом флаге, который от нас всего 52 метра, то мы можем использовать с вами сэнд – та же самая клюшка, которой мы делали чипы на 5, и на 10, и на 15 метров. Все будет зависеть от нашего замаха. Плюс из-за максимального угла вылета этой клюшки у нас получится, что мячик, в принципе, не так уж много будет и катиться. Но также во многих других брендах, например, как в Тайлор Мэй, у них есть промежуточная клюшка – апроуч, который идет между пичом и сэндом. То есть это где-то приблизительно 70 метров – такой хороший полноценный удар, может быть, даже чуть больше. В других клюшках, как Тайтлорст, это могут быть углы 52, 56 градусов, 54. То есть вы сами можете подобрать тот угол клюшки, который вам нужен. Итак, самые главные два компонента – это дистанция и направление. Давайте посмотрим, как меняется техника, когда мы делаем с вами удар в пич. Итак, мы делаем с вами удар на 50 метров. И первая клюшка, которую мы возьмем, это та клюшка, которая для этого и по идее и должна использоваться. Это pitching wedge. Что же нам нужно помнить? Наш прицеливание на флаг должно быть идентичным. Ноги, бедра, плечи – все параллельно желаемой цели, которую мы хотим с вами подбить. Что же дальше? Если у нас прицеливание все идеально, направление, хват такой же, идентичный, никаких изменений нам не нужно. Позиция мяча – это единственный момент, который мы на самом деле можем чуть-чуть варьировать. В идеале, во всех учебниках по гольфу, вы увидите, что позиция мяча должна быть по центру. Но для того, чтобы добиться более точного удара и направления, чтобы не было бокового вращения вправо и влево, я рекомендую вам сдвинуть мячик немножко правее, то есть ближе к правой ноге. Объясню почему. Чем более вертикально у вас будет замах, и мы будем ударять в мяч, тем выше он полетит и меньше будет бокового вращения. Поэтому сдвиньте мячик чуть-чуть правее, хват стандартный, направление ног параллельно вашей желаемой цели, стойка обычная. Один момент, который мы можем взять из чипа, это повернуть левую ногу градусов на 30. Объясню почему. Если у нас чип и пич изначально, это все-таки не полноценно сильные удары, а где-то с ограничением, сейчас мы об этом поговорим потом, то нам желательно помощь, которая поможет вам повернуть левое бедро. Если нога будет стоять ровно, то здесь встречается определенное сопротивление. Если же вы ее повернете на 30 градусов, то это поможет вам повернуть все ваше туловище и поймать ту инерцию, которая поможет вам получить нужную дистанцию. Итак, это все касается направления. Прицеливание чуть ближе к правой ноге. Следующим аспектом у нас является дистанция. Итак, как же правильно тренировать дистанцию? Мы взяли с вами пич. Вы должны натренировать различную дистанцию, потому что у вас может быть удар как на 100 метров этой клюшкой печем, так на 70, так и на 50. Поэтому различается три замаха. Первый – это половина замаха. Half way back. Когда вы должны получить 90 градусов в своих кистях. Как 90 градусов на замахе, так 90 градусов и на проходе. Итак, ближе к правой ноге. 90 градусов назад. 90 градусов вперед. Так как мы набираем с вами инерцию, можно даже чуть-чуть дальше провести. Итак, прицеливаемся ближе к правой ноге. 90 градусов назад. 90 градусов вперед. Итак, я вижу, что дистанция у меня оказалась порядка 45 метров. Что же мы делаем дальше? Я выбираю следующую цель, которая расположена где-то в 70 метрах. И увеличиваю замах. Теперь я делаю не half way back, не одна вторая, а три четверти замах. Чуть-чуть дальше. За границей они используют часы. То есть, половину замаха называют 9 часов по аналогии. Три четверти у нас будет 10. Ну а полноценные – это уже практически 11 часов. Итак, следующий замах, также ближе к правой ноге, мы увеличиваем до 10 часов или 3 четвертых. Итак, еще разок, три четвертых, три четвертых вперед. Ну и наконец-то вы переходите к полноценному удару, который практически уже похож на полноценный удар семерки-восьмерки айрон, о котором мы будем говорить на следующем уроке. Итак, полностью, практически 11 часов. Ближе к правой ноге, чтобы избежать вправо-влево поворота. Замах. И удар. Практически полный удар, но не до конца. Мы все-таки чуть-чуть аккуратно ограничиваем наш поворот. Не до конца. Итак, эти удары будут лететь высоко, но будут катиться не так много. Что же дальше? Это был у нас пич. Но следующий удар, который мы с вами посмотрим, это 51 метр к флагу. Нам нужно, чтобы мяч остановился сразу. Поэтому мы изначально возьмем клюшку с углом намного выше. В данном случае это будет сент, который 55 градусов у меня. И мы посмотрим, насколько сильно будет катиться этот мячик после приземления. Итак, смотрим. Итак, сейчас я бью на флаг. 52 метра. Мы смотрим, насколько сильно мяч будет катиться. Половина замаха, одна третья на 9 часов. И поворот на 9 часов. Итак, ближе к правой ноге, чтобы он летел выше и не так много катился у флага. Вес желательно 65% налево, чтобы мы точно с вами ударили вниз в мяч. И не было у нас вот такого удара, который называется топ, когда мы оставляем вес позади. Итак, вес немножко налево, чтобы мы точно с вами попали в мяч, и он подлетел вверх. Еще мы помогаем, сдвигая мячик правее, чтобы он полетел выше. Одна третья замаха, ну, чуть-чуть, да, половина замаха, 9 часов. И проход вперед на 9 часов. Итак, вот он наш пич. Удар. Мячик практически не катится. Итак, давайте посмотрим ближе к флагу. Итак, сейчас мы сделали пич с 52 метров, и я оказался в раз, два, в трех метрах от флага. В идеале мы хотим натренировать этот удар, чтобы мы были полтора-два метра. Тогда у вас будет шанс на один пат. Потому что мы помним, 3 метра на патинге процент попадания у среднего гольфиста составляет всего, дай бог, 10-15%. Нам нужно натренировать этот удар, пич, особенно если 50 метров, полтора-два метра. Помним, пич это удар, который летит высоко, практически с вами не катится, как мы видели. То есть он прокатился всего 3-4 метра. И вы должны натренировать его настолько, чтобы вы смогли сэкономить этот удар. Потому что мы с вами или не добили, или это наш второй удар, очень хороший, после классного драйва. И это должна быть ваша scoring club. Клюшка, которую вы выкладываете как можно ближе к флагу и добиваете одним патом. Итак, задача наша подбивать как можно ближе. Высокий удар, который недалеко катится. Желательно вы выбираете send, approach или pitch, в зависимости от дистанции. Сдвигаем ближе к правой ноге и контролируем в зависимости от дистанции. Вы должны натренировать как 9 часов, так 10, так и 11, чтобы на поле вы знали, какой замах вам нужен. Итак, с вами был Антон Самсонов, гольф-профессионал Forest Hills. Встретимся с вами на следующем уроке, который будет посвящен удару из банки рядом с ним. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»